ЗОМБИ ЗОМБИ Сразу звук влияет на это Уже Уже плюс Потому что многие игры забывают про звук абсолютно А звук это важно Это один из каналов связи с игроком Потому что если в ушах звучит непонятно что То ты и атмосферой не проникнешься А если звучит какой-то там Не знаю, в случае этой игры Ветер завывает Где-то деревья скрипят То есть это классно Это действительно приятно Это очень некомфортное ощущение Когда Оно возникает в принципе Хотя я сижу за компьютером и играю в игрушку Это делает большую работу Очень небольшая вещь, но очень большая функция на ней Все, я постоянно полароид беру Потому что челлендж такой Потому что в Даркруме делать нехрен со времен первого Айзека Ну, в смысле в Шиоле как бы В первом Айзеке И в Даркруме здесь Вот Но The Long Dark Она развивается, конечно Неплохо развивается Но неизвестно, закончат ли они И когда вообще это произойдет Нельзя просто слепо верить в то Что, о да, они закончат Я не покупал эту игру И не буду покупать Пока она не выйдет в какую-то очень хорошую Либо бета-версию Либо очень хороший релиз Желательно в релиз Чтобы было видно, что я покупаю Потому что на авось я уже полагался Ранний доступ уже покупали Слава богу, что хоть там По-моему, Дон Старф в свое время Выпался из раннего доступа Если я не ошибаюсь Вот И, в общем-то Был неплох Ну и до сих пор, наверное, неплох Просто мне выиграть уже неинтересно Как бы Это уже другой вопрос Вот Но таких игр можно По пальцам пересчитать Да, кстати, там ловлю рыбы Даже добавили, по-моему В ландарте Если не ошибаюсь На самом деле там очень страшно Насколько Насколько может быть страшно Там нет ничего То есть тебя убить может Там либо волк, либо голод Ну, чаще всего Это Голод Либо и то, и другое сразу Я ходил на какую-то Дамбу, что ли В свое время Там И По сути Нет ничего и никого Я знаю, что там нет Никакого зомби И как бы Все нормально Да, то есть Я могу зайти в темноту И ничего мне там не будет Но Я захожу И испытываю Нереальный дискомфорт Потому что Ну, потому что Я нахрен не знаю Как бы Что дальше-то делать То есть Безысходность Абсолютная в этой игре В хорошем смысле Вот Поэтому Поэтому В этой игре Все-таки Кредит доверия Некоторые есть Но говорить об этом Сложно Потому что Все-таки Это больше эмоций Чем Какая-то Ну Критика Не критика Да Чем какое-то Что-то Что-то С словами Выраженное По большей части Это чисто эмоции И Скачать И поиграть Я думаю Стоит Если совсем уж Денег не жалко В принципе Можно и купить Но я бы рекомендовал Скачать А если она выйдет В релиз И будет клевая То можно уже и купить Но там нет цели Тоже никакой В итоге Ты просто выживаешь Вот этого Мне не хватает В ней Именно выживание Ради чего-то А не ради выживания Потому что То, что я говорил Там полчаса назад Касательно Всяких этих Выживаторов И Дон Старва То, что выживание Ради выживания Это отстоит В принципе, да И для Лонг Дарк Это тоже актуально Но может быть В меньшей степени Ну, опять же Это недолго работает То есть Даже если это Неплохо сделано Да, опять же Сколько выживать будет Сколько тебе Интересно Сколько вам Как игрокам Да, и мне Как игроку Будет интересно Выживать То есть Раз поиграли Прожили там 20 дней Два поиграли Прожили там 30 дней Там третий раз Поиграли Прожили 50 дней А потом Вам становится Неинтересно А игра Больше ничего Не предлагает Кроме как Блин, выживать И выживать И выживать Вот И Со стороны Разработчиков Нужно Как-то Вот это Чувствовать Дискомфорта И интереса Обновлять И поддерживать Чего По-моему У нас Вообще Никто Не делает В стиме Даже Не пытаются Там даже Не видно Чтобы Там Типа Реиграбельность Все дела Нет Реиграбельность Важна Посмотрите На Айзека Блин У меня бы Что-нибудь На дэмэдж И на Скорострельность Чего-нибудь А то Как-то Уныленько Весьма Получается В бету Добавят Начало Сюжета Ну Дай Да Бог Если Они еще К мастерской Ай Скотина Если Они еще К мастерской Привяжут И добавят Возможность Людям Создавать Собственные Сценарии Каким-то Образом То Будет Хорошо Можно Будет В карты Играть Какие-то Определенные То есть Есть Карта На которой Есть Сюжет Ну И Вот Зашел Прошел Молодец Классность Еще Какой-то Опыт Получил Экспириенс Вот Эта Играет Но Любым Как В Дон Старой Придется Все Время Наращивать 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 Механику Делать Ее Интереснее 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 Разнообразнее Намного Ну То есть Что-то С этим Нужно Делать Нельзя Просто Сделать А у Нас Выживание Короче Вы Выживаете Все И бросить Игру Она Не Будет Долго Работать Она Не Будет Долго Жить Дон Старф Постоянно Что-то Добавляет И поэтому Она Живет Я думаю Отчасти Огромная В Огромной Степени Именно Благодаря Этому Потому Что Концепт Там Простой То Есть Ты Есть Лес Выживай Ты Умрешь Вайзек Забавили Воркшоп Лучше Бы Господин Макмиллан Начал Поддерживать Мододелов А не Плевать Им В Лицо Блин Потому Что Люди Пытаются Делать Моды Достаточно Большой Комьюнити Занимается Созданием Модов Но Они Не Могут Добавлять Новые Артефакты Боссов Уровни И так Далее То есть Либо Это Где-то Закрыто Либо Макмиллан Это Запрещает Я Сомневаюсь Что Они Не Умеют Если Бо Не Знали Как То Большое Комьюнити Но Нет Делаю Вывод Что Макмиллан Не Помогает Ребятам А Должен Бы Потому Что Это Его Хреново Комьюнити Его Хреново Деньги За Эту Игру Так Давайте Искать Секретку Вообще Макмиллан Макмиллана Я слегка Недолюбливаю Так Самую Малость За То Что Он Не Хочет Вообще Никак Поддерживать Людей Ни В чем Моды Хрен Мультиплеер Хрен Вам Спасибо Господину Макмиллану За наше Счастливое Детство Блин Причем Что с модами Что с мультиплеером Это вообще Нелогично То Что обычно Добавляют И то Что обычно Делает Огромную Часть Комьюнити Благодарной За То Что Это Просто Сделано На Отмазки Типа Это Слишком Долго Делать Блин Не знаю Несерьезно Как я вижу Тут Мультиплеер Мультиплеер Кооп Прохождение Head to head Например Ну то есть У тебя идет Сплитскрин Долбаные Англицизмы То есть Ореканка Разделяется На два Это называется Сплитскрин На одной Части Ты На другой Части Твой Кореш Ну В онлайне Не на одном Компе И В общем У вас два Таймера Или один Таймер На двоих В принципе Без разницы И вы бежите Просто до конца По одному И тому же Сиду Или по разным Сидам Например Можно разные Условия Сделать То есть Просто начинаешь Спидран Мод Нажал кнопочку Побежали По каким то Определенным Условиям Галочки Выставился Один и тот же Сид Или разные Сиды С возможностью Рестарта Без возможности Рестарта Еще что-нибудь Да можно даже Не сплитскрин Можно Если это через Интернет Подключение То Можно делать Не сплитскрин А у каждого Как бы Свое Изображение Да Ну просто Как я сейчас Играю И тогда Нет проблемы Вообще С одинаковыми Сидами Потому что Человек просто Не видит Что происходит У товарища И вы можете По одному Сиду Абсолютно По разному Бегать Это можно Делать На прохождение Это можно Делать Просто На время Это можно Сделать Как на очки В дейликах Плюс Можно сделать Кооп Прохождение Айзека Где будет Там уровни Будут в два раза Больше Боссов Будет в два раза Больше Артефактов Будет в два раза Больше И вам Придется решать Кому что брать Кому чего не брать И так далее И так далее Вот тебе Уже два режима Которые Просто Тащили бы Игру Турнир Какой-нибудь Внутрь игры Встроить Например Таблицу Не знаю Можно не турнир Но что-то Сделать Такое Похожее Чтобы люди Проводили Соревнования По этой игре Которые Нахрен и так Проводятся Блин Просто Через жопу С гораздо более ритальным методом Чем могли бы Соревнования Два на два То есть Два человека Проходят Вот этот Увеличенный режим Два человека Проходят Еще два человека Проходят Команда на команду Такой же Блин Режим И На время Опять же Почему нет Нет Мультиплеер Это Мультиплеер Это не обязательно То что вы вдвоем Играете Это Колб Называется Когда вы Прям вдвоем Играете Мультиплеер Это общее название Ты что угодно Можешь мультиплеером Назвать Просто Кооп Это как бы Кооп Кооп Это одна из Это как бы Даже не столько К мультиплееру Относится Сколько просто К совместному Прохождению То есть Это конкретно Вот это значит Совместное Прохождение Потому что Сейчас Совместное Прохождение Кооп Есть Но он А. Локальный Б. Он сосет Но ему Почему-то До хрена Времени Уделяется То есть Они делают Новые шкурки Для второго Персонажа Там Кучу спрайтов Уже дорисовали 20 миллионов Комбинаций Добавится Только в Афтерберсе Ну понятно Что это там Из гораздо Более меньшего Более меньшего Блин Русский язык Количество Деталей Да Генерируется Но Учитывая Что этот Кооп Нахер Никому Не нужен Практически Потому что Надо сидеть За одним Компом То В общем-то Достаточно Большая Трата Ресурсов Я считаю Практически Ни на что Так Что мне Дали Нет Пвп Здесь Точно Не пришей Кобыли Бантик Точно Бастердюсер А я разве Не об этом Только что Говорил Два ПК Один и тот Жид Связь По интернету То есть Как бы У вас Соединение Есть Но Не показывается Экран Соперника Как бы Да Можно играть Свободно На одном сиде Не бояться Что С палец Ну Если на сплитскрине То можно Смотреть Куда чувак Идет И возможно Лучше Проходить Комна То есть Быть к ним Готовым Но Это все Фантазии Никто Этого Не сделает Этого Ничего Не будет Никогда А если Когда-то Будет То Макмиллан К этому Отношения Скорее Всего Иметь Не будет Вот и Все Добро Пожаловать В реальный Мир Да Блин Да А япона Мать А ну Какого Хрена Такое Барахло Надо было Хотя Магнетик Тест Тоже Ну Его Нахрен Хм Ну Авторберс Может и не ограничится Марк Линнер Я на это Надеюсь Но Мне кажется Они Авторберс Уже Могут Баланс Поломать Баланс То И так Блин Наладан Дышит Собрать Тут Имбу Блин Очень Просто В частности С Д6 Дышит Дышит и блэкка а план а было бы неплохо взять ее с собой но нет где мои дэмет шапа вот что меня интересует в прошлом забеге все остались поза прошлом не сработала карта потому что с пилюлями она не работает очевидно просто она с чем-то работает чем-то не работает и никогда нельзя быть уверенным с чем она не работает но с пилюлями она по-моему не работает ни с одной с этими самыми как называют с рунами насколько я помню лоста перебаланс то да лоста так необходим баланс блин его по моему надо полностью поменять или удалить из игры тогда будет лучший баланс для этого персонажа я просто боюсь что игрища зайзика станут вообще не интересными сейчас игра как-то пинает бывает да но но блин хотя там есть весьма логичные вещи вроде дабл-шот плюс квад-шот соединяются теперь но черт возьми просто на мой взгляд это уже перебор хотя и логично хотя я хотел этого да но это перебор потому что выглядит весьма и весьма и весьма и весьма неестественно и слишком слишком уж мощного просто стена из слез который вылетает вперед лил брема и маленький маленький бримстоун тимфортерс будет по расписанию пожалуйста читайте расписание я его не для себя пишу ребят команда когда либо посмотреть вконтакте либо посмотреть на ютюбе под видео под анонсом тф-2 сегодня будет на часик всего лишь потому что надо покушать одеться собраться и отправиться на встречу приключения так что здесь the virus poison touch ну ладно не пойду я пожалуй в магазин слэш библиотеку два ключа надо тратить я боюсь не угадать так ну по крайней мере сердца у меня есть синие даже с запасами немножко и ножек есть так что можно как я сейчас фоли набил вот так каждого босса можно бить вот со уровня конечно не вообще каждого босса в игре которого я увижу да и брем-бро поможет так отлично дамага мало мобы ускользают не есть хорошо это слезы большие но они все равно не дамажит ау моя рожа болит теперь так в углу зажали здорово а что она теперь дроп нет мне интересно естественно ни хрена она не дроп ладно погнали дальше а а ну в Оу! Воу, 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 воу. Сбагойно. Мак или ассасин в ММО? Хренеть вопрос задал. Прямые руки сильнее. В любой ММО. Ау. Как-то я думал, что я с места сдвинуться смогу, но оказалось, что нет. Ох-ох-ох. Шпунбендер! Потому что, почему бы и нет? Хотя я не люблю шпунбендер, но почему бы и нет? Блин, никто не уклонится, то они прям вот, 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 прям не попадают под выстрелы вообще. Подходить не хотят. Ох-ох-ох-ох. Набат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть дамажит до хрена, но если в него что-то попадет, он умрет нахер с одного удара Ну или во всяком случае очень быстро Взять ТХ и пойти нагибать магов обычное дело Но это для, как бы, ТХ для Диев, реальные пацаны играют на Рэбис Волке Дыхание нужны Субтитры сделал DimaTorzok Да, блин Крит наш, всё Ну да, магический крит и тачит Это если ты доживёшь до него Ну, если ты не на фришке играешь, где у тебя каждый выстрел магический крит Тогда да Но чаще всего Это Подлетают Дэш, блав Летл фраг Бэкстеп, бэкстеп, бэкстеп Джи-Джи В город Да ладно, маги в Ла-2 они крутые Нифига Ну там магов, в принципе, все обижают, кто к ним близко подходит Танк его будет тупо в стане держать И плюс у танков там магический резист бешеный Ну, блин, на то он и танк То есть, но он просто застанет его и всё И ничего маг ему не сделает Ну, как бы, если маг идиота, его подпустил Естественно Ни один меняемый маг не будет подпускать танка на расстояние, блин, удара Его Лучники Лучнику не надо подходить Лучники и маги Это вообще Ну, тем более, у луков самый большой дамаг Два крита и И всё И маг целует земельку Ну, самонера, в принципе, как повезёт Там надо гасить Самого этого Хозяина А не пета Но если ты не убьёшь пета То есть, самого самона То самон запинает достаточно неплохо Потому что самонера у них, как бы, вся сила Именно в самом этом То есть, как бы, сила-то у него в самоне Но Убить-то надо в квп Хозяина самонера Это получается, что Дилемма Либо того, либо другого И, в общем-то Если Коты прокачаны, например То Будешь иметь Всё и всё Ну, это в теории, естественно Естественно, на практике Ситуации бывают абсолютно разные Нельзя каждую предсказать Не, магов в линейке все обижают Но, опять же Если маг-дебил Грамотный маг Не должен подпускать никого К себе В упор Если маг это сделал Это либо плохой маг Ну, либо Не повезло Но ему так или иначе Придёт хана В БНС Я не знаю, что в БНС Я не знаю, что в БНС Уху-ху... Как же лучник со станом Его маг не подпустит к своему лицу Нет, я про лучника говорил, лучники им одеты Кошмар Если маг и лучник Встретились в чистом полюшке И особенно если маг Не занят сейчас конкретно этим лучником То Магу вомнут лицо с двух критов Хорош Ну если мы говорим про какую-то там осаду Например, ну то есть там, там где люди под бафом Бегают обычно Вообще везде, ну там, ну может быть даже на качах Если это какая-то констпати выбралась Покачаться Не, маги, я играл за лучника в том числе В принципе тоже за темного эльфа ФР и АВ это просто лучшие классы ТХ-шка он средненький Светлые эльфы, они в домаде уступают Светлые эльфы, они быстрые, но они уступают в домаде Вот, хотя у них по-моему криты чаще летят Раз она может идти кобыле в трещину Вот, надо усиливать сильные стороны профессии То есть если у тебя большая дамага, увеличивай Пофигу, что у тебя нет дефа От пары там татушек в линейке у тебя деф не появится Ну, такой нормальный деф, каким он там должен быть Да, у какого-то похожего класса Если у тебя высокий крит шанс, то... О, обидеть зарядился Фардом Если высокий крит шанс, повыси его Не будет вам счастья Ну, если уж совсем нечего повышать Там, зная, что выжил все Но что там слоты какие-нибудь остались, да То можно уже и слабые стороны немножко прикрыть Но нет смысла их прикрывать вообще Ну, влечить сил Ну, там не совсем о том И там именно вот, как бы Ну, улучшить свои сильные стороны Так, так, наверное, лучше всего Критс хила Ну, это уже... Это уже к вопросу о самой механике игры Где-то есть, где-то нет Так, ну, бывает, да Магический крит Ну, то есть, может, это не очень нормально Но если это вписывается в геймплей То почему бы и нет Это, конечно, не совсем обычно, но Почему бы и нет Я про линейку говорю Я, правда, уже слабо помню, что там у АВ качается Но я помню, что у темных эльфов дамага самая большая Ну, и, соответственно, криты самые жирные Но крит-шанс самый низкий То есть, поэтому я себе Шанс крита Ну, можно там было бежой поднять Эпический Там Ак или Баюм Насколько я помню, они... Анквин точно поднимала Шанс крита Вот Ну, соответственно, я поднимаю дамаг себе И поднимаю еще выше Дамаг от крита Поэтому, когда я критую в ПВП Там, за АВ То Чувакам становится очень больно И обидно За пороганную честь Потому что чувак, попытавшийся прикрыть слабые стороны С абсолютно таким же билдом У него там У меня крит будет там две тысячи У него крит будет полторы тысячи Ну, и кто кого передамажит Ау Такой нехороший конквест Эй, да пошел ты в жопу, ублюдок Козел Я тебя трахну сейчас, урок На нахер Паскуда тварь Да ё-моё Ну, что ж ты будешь делать Тебя мне тут только еще не хватало Последняя сделка с дьяволом И мне попадается этот ублюдок Хочу Бримстоун Хочу нахрен Бримстоун Кампус, я хочу от тебя Бримстоун О, потрясающе Это так похоже на Бримстоун Крит хилом Терра Или к чему-то Не совсем обычно По сути хил Это восстановление твоей жизненной энергии Когда у твоего перса 2к хп Тебе влетает 15-20к хила Мне кажется Тебе должно порвать От этой энергии Ну, блин Игровые условности Есть такая вещь Я говорю Это необычно, да Но То есть Если это впишется в геймплей То почему бы и нет Главное Насколько вещи органично Вписываются в геймплей Остальное не суть Остальное не суть Да А чему мы Вообще А чему Чему мы это все размазывали Кто не помнит Чему я это все размазал Ладно вы Хотя бы себя что-то вспомнить Нет Я не помню ничего Кто-то что-то про магов сказал Не надо во мне будить Старого задрота Еще бонстра тут нет Вообще Просто ужас был бы Мы бы еще 2 часа С ним не заткнулись В споре О че Только не это Боже С моим то дамагом Так Надо уже собирать Все в кучу И гасить боссов Нормально А то я как-то Расслабился Все пинаю их И пинаю этим ножиком Ни хрена не безопасно Ну блин О Снова выпало Что-то мне сейчас ДЖ выпало 30 октября выйдет DLC Так сложно в стиме посмотреть Ну то есть Зачем меня-то спрашивать Если в стиме написано И 2 ноября Я буду уже играть в него Ну потому что У нас выйдет оно По факту 31 Ну оно там В ночь наверное выйдет С 30 на 31 И Это будет суббота И это будет выходной И Первое число Это будет воскресенье И в общем Как бы вот Такие дела Такие дела Вау Одна монета Сало Где-то есть сало Еще кроме линейки Да кстати Вот Какой-нибудь некор Кидает сало Магу И маг Отправляется В тишину И кастовать Ничего не может Еще сало По-моему Есть Ай У шаманов Оркских Орочих Если я не ошибаюсь Вообще Некор Тащили Или нет Ну В нормальных руках В моих руках Нет Но в нормальных Да Это Это Такой У него был И Самон Сильный Достаточно Шкафчик И Скелет В принципе Тоже Зомби В принципе Тоже У него Все самоны Неплохие У него Куча Это чисто Дебафер Атакующий Дебафер Вообще Страшная Но он Наверное В большей степени Все таки Дебафер Чем Атакер Хотя Как бы Закидать Костяшками Может Вот И Да У него Было Сало Которое В линейке Скиллы Точить Еще Еще И точить Можно Было Вот Ну На удачу Естественно На шанс На шанс Того Что она Прохнет Можно было Точить Вот И Если у него Красало Проточено Или Якорь Проточен То Якорь Там Задницу Засунет Как бы Ну Этот баф Якорь Он тебя Просто В паралич Вводит А ты Двигаться Не можешь Какое-то Время Естественно В это Время Он стоять Не будет И будет Тебя Расстреливать Нахрен Так что Линейка Довольно-таки Интересно Но Никому Ее Не рекомендую Потому Что Она Сожрет Все Ваше Время 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 Продолжение следует... 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 Так, почти, почти, почти Здоровья-то я особо немного Да, дэмэдж, конечно Может быть, даже после этого забега пойду Пойдем сейчас в Team Fortress поиграем Это очень плотный Просто меня больше не хватит Я сейчас весь выкладываюсь абсолютно Ну, то есть, бывало и хуже, конечно Но это точно не лучший вариант Хотя у меня и джимпи есть этот И релики вообще Все вроде как Не так уж и плохо Но вот тяжело, тяжело Дэмэк был на первой катке Когда из их был ваншот Ну, практически, да Потом было все грустнее и грустнее Что я теряю По крайней мере, целится теперь не нужно По крайней мере, я не вижу своего хп Мне это напрягает Сколько раз я урон получил Я Блэк Джудас как бы взял Ну, блин Напрягает Говорил кто-то, не помню кто Очень давно Может быть, Биг Брэйн Я бы вам не был Да, пошел ты Игра, иди нахрен А, пожалуйста Блин, с такими заходами Две бомбы Спавнятся в упор Что я с ними сделаю, блин Я от них убежать не могу Они меня толкают В смысле, я даже отбежать от них не могу Не то, чтобы протолкнуться через них А именно отбежать не могу Физически, мать твою Черт, это будет долго и нудно Где дамаг? Там же где и майор Иде майор В толчке майор Ну, вы помните Нет дамага Нет дэмэджапов Один дэмэджап я поднял Брэйн-то не самонаводящийся Поэтому дико неудобно Получается Получается Техitted Получается Ты Ау Ну ты и Последователь гомосексуального образа жизни Нахрен, пошли мобы Реролл нужен срочно Чего-нибудь Я по-моему все забрал Да нахрен Скажите мне да нахрен Да нахрен Я забрал все Черт Скажите аллилуйя, аллилуйя Скажите да нахрен, да нахрен Вы, мать вашу Алчности, нет, это точно будет на сегодня крайний забег Потому что, блин, я второго такого не переживу Если он будет У меня просто сейчас сил не хватит на него Просто еще сила была немножко в том, что я отталкивал нобов Теперь я их даже не отталкиваю Я не знаю сколько у меня хп Так что возможно мне придется бить босса Как-то иначе Каким-то альтернативным способом Ничего не падает даже толком Каким-то альтернативным способом Я сейчас покажу комбо Если коню не двинул Не, я как бы, я очень живучий за счет своих предметов Но дамага у меня ни хрена Пройдено и счет становится 40-0 GG Оу yeah Оно Да, и комбуха, конечно же Вот, собственно Ну то есть, что у меня здесь? Кинжальчик? Да Дамаг Но это дамаг, как бы, орбитала Ну, мясо не считаем Это не дает мне дэмэджи Это дает мне выживаемость Собственно, как и оба орбитала Тоже дают мне выживаемость Релик дает мне то, что я выживаю лучше PHD Ну, там не было почти пилюль Кроме вот Болзов Тил, пожалуй, пара штук Тоже больше выживаемость Бримбро Ну, дамаг Ну, это дамаг со стороны, опять же Не от меня Я считаю обычно только свой дамаг Poison Touch Вообще не считаем Ложку тоже можно не считать Это ХП Это Это не работало Потому что у меня Здоровье полное Опять орбиталы Снова для выживания Range Up Ничего не влияет практически Там, ну, тут дальность немножко Один дэмэдж Вот Вот теперь это дэмэдж Камени, которые дают Один дамаг Всего лишь Один Еще половина из этого меня замедляет Лазер Лазер Тирс Ничего не дает Просто персинг дэмэдж Стрельба в четыре стороны Не особо помогает Ну да, плюс одну жизнь от Black Judas И, собственно, Джесси Сек Это Спавнит пауков Которые немножечко дамажат Но, опять же, это не мой дамаг То есть Весь дамаг, который у меня был Это фактически вот этот камешек И все Все остальное дамажило Вот, дамажили мои органы Такие дела Поэтому Получается так, как получается Все, ребята Пройдено Субтитры создавал DimaTorzok А может и 410 Хрен его знает Субтитры создавал DimaTorzok